Здесь представлены различные неправительственные организации. Я юрист, у нас есть юридические группы, у нас есть врачи и медицинские группы, есть религиозные группы, в том числе из Индии, исповедующие индуизм, но и не только. Мы все очень разные. И нам хотелось бы узнать, как, на Ваш взгляд, можно применить основные принципы йоги здесь, в системе ООН? Это вопрос к Вам, Тао, и к Вам, Садгуру. Как всех нас в системе ООН, то есть секретариат, дипломатов из разных стран, представители бизнеса и неправительственных организаций, тех, кто притворяет в жизни цели устойчивого развития, как йога может объединить всех нас? Большое спасибо. Все мы сделаны из одного и того же, но посмотрите, насколько разными мы стали. Это произошло просто потому, что нас не обучили тому, как обращаться вот с этим. Говоря, как обращаться, я подразумеваю определенную технологию. Если рассматривать это как механизм, то это самая сложная технология на планете. Вопрос в том, прочитали ли Вы хотя бы инструкцию, чтобы использовать технологию такого уровня. Вот в чем вопрос. Йога — это инструкция по применению, как обращаться вот с этим. Поспрашивайте, как объединить все это многообразие людей в рамках одной организации. Лучше всего начать с самых простых процессов, не требующих больших затрат времени. Для этого подойдет упа-йога. Думаю, это хороший способ достичь объединения, потому что йога старше всех религий. Она не противопоставляет меня и вас. Вот почему я сказал, что ее нельзя назвать индийской. Потому что наука не может иметь национальность. Да, она возникла в Индии. И мы как индийцы очень этим гордимся. Но она не принадлежит Индии. Сам факт того, что ООН объявила Международный день йоги, означает, что Индия подарила ее всему миру. Она больше не принадлежит Индии. Нам не нужно обладать ею, отождествлять себя с ней. Важной частью моей работы является убрать всю культурную мишуру, которую йога приобрела за тысячелетия ее передачи. Постепенно вокруг любой деятельности, существующей в той или иной культуре, возникают различные культурные наслоения. Поэтому необходимо очистить йогу от всей культурной мишуры и представить ее как науку, технологию для достижения благополучия. Это очень важно для подобных организаций, где есть люди различных национальностей, групп, разных религий, верований и идеологий. Очень-очень важно, чтобы йогу рассматривали исключительно как науку, а не с точки зрения культуры или как что-то индийское. Это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...